Взялись и не справились. В Загорянской школе номер один в июле прошлого года начался капитальный ремонт. Общество с ограниченной ответственностью энергосервиса выиграло подряд, но не выполнило работы в назначенный срок, к декабрю 2019 года. Объект ремонтируется по нацпроекту образования. Средства Московской области и их использование контролируют депутаты МОСОБЛДУМЫ. Владимир Шапкин посещает школу второй раз и пытается разобраться в причинах срыва графика. «Отделка-то не делается. Понятно, и же закладывать надо». «Недобросовестность. Полнейшая. И причем, что меня возмутило, подрядчик уверял, что за месяц вот те, действительно, они не такие уж большие доделки, и сумма-то 8 миллионов, они все доделают. Этому контракт расторгнут, и сейчас, естественно, будут новые конкурсные процедуры, новый подрядчик». Энергосервисы внесут в черный список недобросовестных исполнителей Московской области, подчеркнул Владимир Шапкин. Претензии к подрядчику будут предъявлены в судебном порядке. Примеры возвращения бюджетных средств за невыполненной работы и услуги есть. Так, в МОНИ на недобросовестная организация вернула государственные средства, которые она выиграла на проектирование и строительство бассейна. «Будем делать из этого выводы, как можно быстро пройти конкурсные процедуры и с новым подрядчиком завершить». Но все же некоторые виды работ в Загорянской школе выполнены. Заменена кровля, выполнена отделка фасада. Нужно переложить инженерные коммуникации, выполнить переустройство узкой лестницы, как того предписывают пожарные. А пока дети ходят на учебу в школу поселка Краснознаменский, что в двух километрах отсюда. Новый срок открытия школы – 1 сентября этого года.